Без этих людей, настоящих профессионалов, своего дела не только бы нарушилась цепочка производства, но и снизилась качество производимой продукции. Большинство из этих специалистов трудятся на заводе Кузнецов уже более 35 лет. В преддверии крупной юбилейной даты, 110 лет со дня основания двигателя строительного производства, за особые заслуги перед промышленностью Самарской области старейших сотрудников УДК Кузнецов, поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что вклад настоящих ветеранов промышленности сейчас неоценим, особенно в условиях санкций. Работа промышленных предприятий в условиях жестких санкций Запада была одной из ключевых тем на встрече членов Союза работодателей Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что все вводимые ограничения оказали серьезное влияние на промышленность. Ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Но даже несмотря на это, работа предприятия остается стабильной. Здесь особо отметили Тольятинский автоваз. Глава региона рассказал, что управленческая команда, которую возглавил новый гендиректор завода Максим Соколов, в кратчайшие сроки решила огромное количество задач. Сейчас производственный план автоваза на второе полугодие 2022-го – 137 тысяч автомобилей. Несмотря на санкции, количество планируемых к производству машин выше, чем показатели второго полугодия предыдущего года. Уже к концу августа индекс производства приблизился к отметке в 101. Наша оценка даже по первому полугодию текущего года, если убрать автомобилестроение автокомпоненты и соответственно обеспечивающие ресурсами производства, ну в первую очередь энергетика, то у нас по обрабатывающему сектору мы с вами идем ровно на уровне прошлого года. Сто процентов. Сто процентов, коллеги, в выполнении. По четверти промышленного сектора идет значительный рост. Также во время встречи членов Союза работодателей обсудили вопросы подготовки молодых кадров и налоговых льгот для предприятий. Губернатор отметил, что во внимании нужно принять все факторы, чтобы и дальше обеспечивать промышленности региона лидирующие позиции в стране. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.